Важнейшим итогом 7-го Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой военной доктрины и концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому не безразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки. В Дворце Республики Александр Лукашенко поделился информацией о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, о которых прежде говорили исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком. Но так как именно делегатам ВНС теперь предстоит принимать сложные решения, определяющие ключевые векторы развития нашего государства, они должны знать все детали. Евгений Пустовой продолжит тему. Именно так и выглядит история. Потом про этот седьмой форум ВНС, который стал первым в статусе высшего представительного органа народовластия Беларуси, напишут книги. Но с него уже начинается новый том белорусской государственности. Всебелорусское народное собрание сегодня не просто вписывается, как говорят, в новые страницы, да, в историю нашей страны. Сегодня те 1200 человек, которые съехались буквально со всех уголков нашей страны, и при этом заметим, начиная от механизатора, работника сельского хозяйства, простого учителя, врача, до руководства страны, говорит о том, что каждый человек сопричастен к судьбе своей страны. Слушать и слышать нашего президента. И Александр Григорьевич сказал, что мы должны быть не безучастны к судьбе своей страны, мы должны чувствовать силу в своем голосе, мы должны быть верны нашей стране. Поэтому самое главное – работать, выполнять поставленные задачи, но если когда надо, то озвучить свой голос и четко и уверенно всем пояснить, что Беларусь – независимая страна, которая идет своим путем. История ВНС – это история развития страны. Вначале долгостроем был даже дворец республики, главная локация народного форума. На крыше росли деревья, а страна полностью погружалась в дебри. Тогда первый форум жирную точку поставил в споре между народным президентом и сборищем западноориентированных оголтелых либералов. Народ доверил Беларусь руки президента. Народ выбрал единоначалие. Голодное время требовало конкретных мер. Мы помним, что на первом съезде была программа развития нашего государства, продовольствия, жилье, безопасность. Все последующие были как бы развитие этого первого направления или первого плана развития народного хозяйства. Сегодня голос, в том числе самого молодого делегата и самого возрастного и опытного, он услышан. И этот фильтр, наш народный фильтр, который позволит максимально выкрестить любой законопроект, сделать его направленным на укрепление наших стратегических национальных целей развития белорусского государства. И в этой связи модель Всебелорусского народного собрания с обретением конституционного статуса становится, наверное, таким важным политическим прорывным механизмом общего народовластия. Сейчас происходят очень важные политические процессы в нашей стране, которые помогут сохранить единство, нашу суверенную и независимую Беларусь. Чтобы мы не сидели в окопах, каждый на своем рабочем месте должен выполнять свою работу четко. Социальная сфера, субъекты реальной экономики. Мы военнослужащие, если мы особенно военно выполняем свою работу и вы это не видите, значит мы ее хорошо делаем в первую очередь. А время развития геополитической турбулентности требует четкой позиции. Здесь те, кого выбрало время. Здесь люди, которые не ушли в тень, когда Белый дом попытался превратить нашу страну в серую зону. Территорию управляемого хаоса. Нет, источником власти у нас является народ. А высший пилотаж народовластия в НС. В кадре кадры государственной вертикали и активисты гражданского общества. Это и есть консолидация нации. Весь мир и вся Беларусь обсуждает посылы нашего первого председателя в НС. Все важное зацепило многое в точку и задачи в НС. Это не съезд, это линия обороны страны. Один из посылов вчерашнего обращения главы государства к белорусам – это быть волкодавами. Вот один из волкодавов. Давайте спросим. Что такое быть волкодавами? Защищать страну. Вот лозунг висит. Время выбрало нас. Для меня это не... А не советский это лозунг? Нет, не предавай. Вот это для я перевожу. Не предай страну. А что значит не предай? Не значит, что перейти на сторону врага. В кабинете не спи. Не трусь. Не бойся. Выполняй свою работу. Не будь никогда где-нибудь в стороне. Не жди пенсии, как некоторые чиновники. Бюрократизм убери в своей работе. Относись к людям по-человечке, как президент требует. То есть для меня вот это ключевое. Ну, в первую очередь, вот слыхал про волкодавов, так я хочу сказать, что мы, наверное, спокойная белорусская сторожевая. Но мы знаем, что любая сторожевая завалит ни одного волка, если надо. Вчера был день настроек. Выбрали председателя, заместители и президиум ВНС. Сегодня первый день основной работы, как органа стратегических решений. Мы сделали вчера самый верный, самый правильный выбор. И это стало одним из ярких событий. И еще больше появилась уверенность в том, что у нас обязательно все получится. Мы обязательно выстоим. И поскольку мы являемся представителями нашего общества, я уверена, что весь народ с председателем Всенародного собрания белорусского и, конечно, с главой государства. То воодушевление, которое вложил, наверное, в каждого делегата и приглашенного глава государства, ощущение такое, что уже сейчас нужно идти в бой. Я люблю свою родину, и я хочу, чтобы каждый Беларусь любил и относился к своей родине так же, как и мы сегодня все. Символично, что первыми на рассмотрении ВНС, как института страховки белорусского пути развития, две стратегические новеллы. Национальная концепция безопасности и военная доктрина – это два крыла, которые позволят аистам парить в мирном небе Беларуси. Концепция национальной безопасности, она предусматривает комплексный подход. Это и продовольственная безопасность, это и вопросы военной доктрины, это и вопросы общественной безопасности непосредственно на территории нашей страны. И уже давно стала визитной карточкой нашего государства. Это именно безопасная жизнь людей, молодежи, детей, развитие нашего общества. Возникают новые угрозы, новые претензии, и необходимо оперативно на это реагировать. И вот сегодняшнее принятие концепции национальной безопасности, военной доктрины, как раз и способствует этому. Надо понимать, что сегодня мы впервые принимаем такие документы на таком широком форуме. Нужно безопасностью заниматься. Это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого. И поэтому участие и принятие в данном случае собранием вот этих документов, доктрины и концепции, они говорят о том, что это народное, всенародное дело. Параллели слишком очевидны, чтобы их не привести. Тогда первый ВНС работал под шум оголтелой толпы, которая переворачивала милицейские машины. Предательство тогдашнего Верховного Совета безразличия тогдашнего правительства и активность в себя домах, зачищающих пространство для НАТО. Нынешний состав вынужден реагировать на геополитические вызовы. Просто наша страна слишком самостоятельная на международной арене. Мы подготовили материалы, которые принято заслушивать и обсуждать исключительно на уровне Совета безопасности. В тишине. На совещаниях у президента, в закрытых совещаниях с силовым блоком. Но нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшее десятилетие. Поэтому без лишней лирики и эмоций факты на стол. Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решения. О том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и в мире в целом оценивается политиками и экспертами, как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе. Конечно же, Украина. Украина звучала вчера, звучит и сегодня. Потому что Украина сотрясается от взрывов. Потому что наши люди гибнут. Потому что рядом сердце и тысячи километров общей границы. Потому что Беларуси готовят роль Украины. Идут тяжелые бои. К сожалению, гибнут люди. И это уже не единицы, десятки и сотни, а тысячи людей. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде. Сегодня на фронте каждая бригада, их немало, российская, имеет резервы как минимум в виде полка. Россия медленно, 500 метров, километр, 2-3, на разных участках, по-разному. Но каждый день, каждые сутки продвигается вперед. Самая серьезная, как никогда, за эту войну и удобная, если можно так выразиться, ситуация для мира. Для заключения мирного договора. Все военные, руководители спецслужб Запада, политики, руководители государств, и уже публично говорят о том, нельзя допустить победы Путина. Ну, если вы на этом настаиваете, что это нельзя, так это момент для переговоров. Как я говорю, сыграйте в ничью на этом этапе. Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Ну, вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут. Я знаю настроение военных украинских. Им уже эта война надоела. Но и они не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за президентом Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная, но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность и может прекратить свое существование. Поэтому знаю, что вот после этих моих разговоров в Украине поднимется опять шум, меня начнут долбать по всем этим каналам разные блогеры и журналисты. Ну, я уже к этому привык. Я высказываю свою позицию, свою. И если вы с ней согласны, я прошу исходить из этого. В Украине сегодня нужен мир. Свидетельство тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт. Геополитические вызовы Беларуси не страшилки власти для укрепления своей легитимности, а реальность, перед которой не пасует Лукашенко и соратники президента. Все мы работаем для того, чтобы наше общество дальше строило планы и дома, создавало семьи и свои проекты. Развивалась, несмотря на мировую турбулентность. Эта площадка, которая была урегулирована на конституционном уровне, дает сегодня возможности говорить. Говорить не просто о текущих вопросах, а говорить о глобальных, стратегических вопросах. А сегодня глобальный вопрос. Вопрос мира и войны. Национальные интересы, идеология, основанная на единстве белорусского народа, на традициях, на глубочайшей истории, уникальной, на одном из важнейших скрепов нашей страны победе в Великой Отечественной войне. То, о чем говорит президент, он, прежде чем сказать, пропускал через себя. Это очень эмоциональное выступление с очень серьезными посылами, начиная от социальной сферы, экономики, и заканчивая просто тем, что надо быть все-таки патриотом нашей страны. Мне вот запало в душу выражение главы государства, что у нашей Родины, кроме нас, никого нет. Менялись границы империи и название государств. Неизменным оставалось одно. Нашу сторону западные партнеры смотрели через прицел. Карл XII, Наполеон, Гитлер – коллективная цивилизация сада. Всегда пытались под копыта и каблуки оккупантов загнать наших людей. Только теперь вся Европа под каблуком падающего гегемона. И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. 18 государств альянсов, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных осигневаний до уровня выше 2% от ВВП. Поля руководства Польши предлагает 3. А у некоторых, уже более 3% от ВВП тратится на вооружение. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1 триллиона 200 миллиардов евро. Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью милитаризировать и создать там опорные пункты для атаки на Востоке. Свыше 64 тысяч военных вооруженных сил в США, почти белорусская армия, а также более 33 тысяч натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тысяч из них сосредоточены в Польше, близко к нашим границам. И в странах Балтии. НАТО была противовесом Варшавского договора? Договора нет. НАТО есть. Практически с биноклей военные альянса рассматривают Гродно и Брест. А от таких геополитических амбиций марионеточных правительств Вильнюса и Варшавы страдают литовцы и обычные поляки. Общий объем финансирования программ технической модернизации польской армии до 35-го года предусмотрен в размере 133 миллиардов долларов. Знают ли поляки, что с каждого члена семьи, получая младенцев, вычтут до 4 тысяч долларов? Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и чистенного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники. В частности, в перспективе на вооружение всех прибалтийских государств будут состоять американские РСЗО «Хаймерс». Отдельного внимания заслуживает решение литовского руководства создать структуры вооруженных сил формирования дивизионного уровня. Его основу составят все сухопутные бригады, а также будут включены танковые, с поставкой на вооружение немецких танков «Леопард», артиллерийские, на вооружении будут состоять закупаемые в США РСЗО «Хаймерс» и подразделения обеспечения. Напомню, на территории Литвы до 1928 года будет развернуто формирование бригадного уровня вооруженных сил Федеративной Республики Германии. Я говорил, немцы так ничего и не поняли. Воздушная и космическая разведка по 40-50 самолетов вылета в день. 200 бомб, начиненных ядерными зарядами, расположены на территории европейских баз. И ракеты, и самолеты обновляют. В том числе за счет ЕС. То есть деньги еврозоны, атлантическая цивилизация инвестирует в свою диктатуру над миром. Тактическое ядерное оружие на территории Беларуси охлаждает порывы розы североатлантических ветров. Я хочу, чтобы вы понимали, я вас просто не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас какую-то информацию. Мы не имеем просто права. Обстановка очень серьезная. Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентирулись на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. Вопрос не в том, чтобы лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, почти невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах были предусмотрены факты и факторы нанесения неприемлемого военного ущерба. Что касается ядерного оружия, мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой, стратегического назначения. Вывели. Мне пришлось подписывать этот документ, о котором говорил министр Будапешт. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это решено было до меня по требованию американцев. И вы знаете, у руководства тогда нашей страны, особенно Верховного Совета, какие люди стояли и как принималось это решение. И многие говорят, вот Россия тут чего-то разместила, чтобы нас поставить под удар. Я же вам до размещения ядерного оружия здесь говорил и публично заявлял и обращался к руководству России, к президенту России о возврате к нам ядерного оружия. Стратегическое оружие, может быть, и не надо сюда возвращать. Мы же не будем воевать с Америкой. Стратегическое оружие – это межконгентально-баллистические ракеты, которые у нас были размещены. Но о тактическом оружии и речи быть не может. Оно должно быть на территории Беларуси. Поэтому все регламентировано. Сотрудники Министерства обороны и Генерального штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации. Ну и если они разворачивают такие силы, они печатают евро, они печатают доллары. Мы карачиваемся для того, чтобы их заработать. Как против них сегодня? Как их сдерживать? Ну вот ядерное оружие. Мы, правильно сказал министр, никого не пугаем ядерным оружием. Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Поэтому прежде, чем создавать коалиции, выдвигать к нашей границе вооруженные силы, провоцировать нас, чтобы мы выводили наши батальонные тактические группы и стояли лоб в лоб, ну у нас столько людей пока нет и сил нет. Мобилизацию проводить я не собираюсь. Они должны понимать, что их столица совсем рядом с нашей границей. Мы уже демонстрировали свое миролюбие. Вот кадры того, как подрезаки пускали технику. Пообещали же уничтожить все виды практически вооружений, обычные. Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. И я помню, приехал в Борисов, по-моему. Шейман мне доложила ситуацию. Я поехал в Борисов. Передо мной жуткая картина. Перевернутые танки, БМП. Для меня человека недавно порезанные на куски. Для меня человека недавно в офицерской должности, служившего в армии, это было не просто непонятно, это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику. Резали все на куски, грузили в железнодорожные составы и увозили в Германию на певоплавку. Самое ценное, что могло быть, это броня. Это не боевые потери. Это так выглядят потери мировоззренческих идеалов. Если бы не президент, они были бы значительно больше. И эту технику напоминала бы наша страна. Когнитивная война не прекращается. Ответы на вызовы концепции национальной безопасности. Так, концепции учтены предложения, поступившие от руководителей основных конфессий, прежде всего от Белорусской Православной Церкви, от Белорусского Союза Женщин, партии «Белая Русь», Белорусского Республиканского Союза Молодежи, о дополнительной защите традиционной семьи, как Союза Женщин и Мужчин и по рождению. Уверен, это позволит дополнительно защитить институт белорусской семьи, повысить эффективность обеспечения демографической безопасности. По итогам встречи с активом Федерации профсоюзов в Белоруссии, облсполкомов с трудовыми коллективами в регионах дополнили концепцию положениями о повышении социальной ответственности бизнеса и недопущении диспропорций регионального развития, ну и ряд других моментов. Кроме того, уточнили отдельные положения документа, чтобы сделать его более четким и понятным для восприятия не только для экспертов и ученых, но и для всех категорий граждан. А вот военная доктрина учитывает все вызовы видимого фронта. Десятки тысяч военных, тысячи единиц техники, сотни самолетов и десятки кораблей. Направление главного удара Беларусь. В планах. Десятки килограмм тротила и ячейки диверсантов. Это реальность, с которой сталкиваются наши спецслужбы. Невероятные превратились в реальных врагов страны. Их планы уничтожить и захватить наши территории. Скажу по-народному, смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять всему тому, о чем здесь говорил председатель комитета. Но поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы. Та милиция, чекисты, отчасти военные, которых мы иногда, особенно милицию, начинаем бронить. Они уже давно в полной боевой готовности. Они работают. Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать особенно диверсионных, диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу. Их не меньше заезжают из территории Польши. С Украины тут понятно, война. Но из территории Польши, Латвии и хорошо нашим контрразведчикам удается милиции обнаруживать их вовремя и нейтрализовывать. Но представьте, это же сотни взрывчаток. Даже нитротила, а пластина. Противостоять этому, прямо скажу, практически невозможно на сто процентов. без людей мы с этим не справимся. Многие операции мы проводили благодаря поддержке людей. Они нам помогали. Где-то кого-то увидели, подсказали. Им этих мерзавцев быстро находили. Поэтому обратите на это внимание. То, что они формируют сегодня эти группы, мы развитие этой ситуации за пределами наблюдаем давно. Побежали туда. Ой, будем богато жить. Ну, живите. Им быстро спецслужбы подсказали за американские деньги и других стран. Немецкие, французские, аналитчане, все они там работают. Деньги собрали и показали. Ружье берите, тренируйтесь, проникайте в Беларусь, Россию и взрывайте. Деньги на это дадим. И очень жестко контролируют. Плюс на информационно-психологической операции, как я вам вчера говорил, мочите президента, детей, семьи, кто ближе, силовиков. Все под ударом. Вот на это деньги выделят. Но главное это вооруженная борьба. Вот их тренируют. Оружие цель хотя бы захватить какой-то, не знаю, почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Вот Кобринский район захватить, но он же не на самой границе, есть же ближе к границе. Нет, Кобринский район захватим, объявим власть, обратимся в НАТО, введем войска. Конечно, странно, никто этого не допустит, но воевать они, совершать интервенцию сами не хотят. Они вперед запустят демократичные силы, яке будут в нашей Беларуси освобождать от диктатуры. А там от этой демократии ничего не осталось, это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО. Мы тоже это прекрасно понимаем. Неважно как, главное уничтожить Беларусь, выровнять линию между моря, решить вопрос с белорусским балконом, демократизировать суверенную независимую страну. Прямая цитата одного из беглых экстремистов Польши. У нас только две возможности война и голодный бунт. Чтобы выстоять в этой поистине судьбоносном для нашей страны противостоянии, потребуется консолидация всего общества, мобилизация всего имеющегося потенциала, самоотверженная работа каждого из присутствующих в зале воинопроцветания белорусского государства и народа. Правда, голодные бунты это перспектива тех стран, которые находятся под внешним управлением. стран, которые представляют интересы других государств и даже транскорпораций. У нас голодные бунты невозможны, а страховка от них это честное отношение к своей работе и честное отношение к своей стране. Поэтому мы должны стать единым обществом консолидированного государства, как делегаты МНС. Мы спокойно это воспринимаем. Есть какая-то озабоченность, настороженность в связи с украинскими событиями, то, что диверсантов забрасывают и так далее. Пока противостоим, более-менее расслаблены, свободно обсуждаем эти вопросы. Но ситуация может измениться в любой момент упачи Господь, не дай Бог. и тогда вот этой расслабленности быть не должно. Она исчезнет. Это я вам обещаю. Уже как президент. Поэтому не расслабляйтесь. Вот самое главное нам не расслабиться. Он же белорус. Что там 20-й год прошел. Кто-то там готовит кого-то. Черт его знает. Это далеко. Дорогие друзья, недалеко. Все совсем рядом. Поэтому лучше заранее знать и подготовиться. Но все тенденции, смыслы и даже шаги прописаны в важных стратегических документах. Современных и своевременных. И они поддержаны нашим обществом. На ВНС единогласно. И реализация демократии, защита от неверных политических решений и мозговой шторм под стратегическим моментом. Такая площадка уникальна и бесценна по наличию инструментария и практически ничего не стоит. Так только умеет белорусы. Сила оружия или сила духа? Духа, конечно. Но что вы не знаете этого? Нет, я бываю от людей, которые вообще безопасны, независимы зависит. Только люди, только людской дух, настрой и идеология. А вот есть такое чувство того, что мы наследники защитников Брестской крепости и Егоровой Контария? Почему чувства? Мы это ощущаем. Мы такие есть. В наших генах течет ген победителя. Это наших отцов, дедов, которые завоевали нам победу. Это останавливает, мне кажется, тех, кто пытается прийти сюда с огнем и мещу? Не знаю, останавливает ли это или нет, но это наша позиция, что не лезьте к нам, иначе получите. И реализация демократии, защита от неверных политических решений и мозговой шторм под стратегическим моментом. Такая площадка уникальна и бесценна по наличию инструментария и практически ничего не стоит. Так только умеют белорусы. ВНС это инструмент исправления ошибок, в том числе исторических. Президент сегодня дал самое верное определение народному фронту. Но в любых делах, больших и малых, нам всем необходимо руководствоваться национальными интересами, решать задачи по-государственному, не допускать конъюнктурных подходов. Мы будем истинным национальным фронтом. Его немножко этот термин испоганили, но это действительно будет. В этом зале за последние два дня прозвучало много ясных, четких заявлений. В общем, стратегия и смыслы. Не случайно на значке делегата Всебелорусского народного собрания изображен монумент победы, потому что ВНС это победа белорусской государственности, нашего развития. Но история нас учит о том, что мало того достичь победу, надо ее сберечь и сохранить. Поэтому дальнейшее восхождение нашей страны продолжается. А ВНС это маяк для нашего развития. Евгений Пустовой, Глеб Прокофьев, Александр Бутримий и Владислав Адамитский. СТВ. Главные и самые яркие моменты Всебелорусского народного собрания, цитаты, впечатления, делегатов и многое другое в телеверсии ВНС. Ее готовят наши коллеги с Белтелерадио компанией. Не пропустите в пятницу на Беларусь в 19.45. На Всебелорусском народном собрании не раз звучала тема возможной агрессии со стороны наших западных соседей. Председатель ВНС Александр Лукашенко четко дал понять странам НАТО. Нужно начать решать все конфликты мирным и дипломатическим путем. Но Брюссель и Вашингтон продолжают накалять обстановку на европейском континенте, спонсируя украинцев и наращивая военный контингент на восточных рубежах. Ко всему прочему, командование Альянса уже перестало подбирать выражения при объявлении очередных военных учений. Так, командующий американскими войсками в Европе Дэрил Уильямс открыто заявил, что все маневры проводятся против возможной российской агрессии. Власти нашей страны постоянно говорят о мирной позиции обоих государств, когда западные политики все время пытаются накалить ситуацию. Не только Германия перебрасывает, но и на территории Польши заявляет о том, что давайте развернем на нашей территории ядерное оружие. Зачем сегодня ядерного оружия на территории Европы, в целом восточной Европы насчитывается только американского, более 150 боеголовок, которые они сегодня совершенствуют. Зачем еще больше? Вспомните, посмотрите уроки Хиросимы и Нагасаки в 1945 год. Забыли? Всего лишь две бомбы, но эти бомбы, которые в разы меньше по объему унесли столько жизней. Очевидно, что НАТО организовывает крупнейшие военные сборы у наших границ. В Литве и Польше все еще продолжаются масштабные учения по защите Сувалского коридора, одного из самых уязвимых мест Альянса. В стрельбах принимают участие и другие союзники по блоку. А с латвийской стороны немецкие ВВС продолжают патрулировать акваторию Балтии, поддерживая так называемую стабильность в регионе. А вот еще один пример металлергических действий наших соседей. В Варшаве сейчас решают вопрос о размещении ядерного оружия НАТО в Польше. На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко не раз предупреждал, что западные страны могут пойти на провокации в нашу сторону. И вот тому подтверждение. Руководство Польши уже не первый год просит Соединенные Штаты перевести на территорию страны хоть несколько атомных зарядов. Теперь же риторика и президента и премьер-министра Польши очевидна. Они как никогда заинтересованы в укреплении своих позиций на военном плацдарме. Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся страной-участницей Североатлантического альянса и у нас тоже есть обязательства в этом плане. То есть мы просто реализуем общую политику блока. Варшаву уж очень беспокоит то, что в Беларуси размещены российские ядерные боеприпасы. Бросая слова на ветер, польское руководство остается как будто глухим, ведь глава нашего государства не раз давал четко понять, стратегическое оружие у нас только для сдерживания военных амбиций Запада и предотвращения возможной атаки на Беларусь. Это Александр Лукашенко еще раз подчеркнул и во время ВНС. Но европейским политикам не привыкать пропускать официальную белорусскую позицию мимо ушей. Они продолжают гнуть свою линию, игнорируя какие-либо очевидные факты и доводы. Решение глобальных вопросов задача все Белорусского народного собрания. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко, подводя итоги двухдневного заседания ВНС. Внешняя безопасность один из таких вопросов. О ней много говорим в последние дни, однако, как отмечает президент, нельзя забывать и про внутренние задачи, ведь именно изнутри пытались расшатать общество в 2020-м. К слову, сегодня так называемые беглые уже из-за рубежа критикуют нашу страну. Более того, от слов переходят к действиям. Подрывы на железной дороге, диверсии, оружие идет через границу сопредельных государств и по указке местных спецслужб. Только с начала этого года пресечено более 40 каналов перегрузки взрывчатки из Украины в Беларусь. Сегодня весь силовой блок работает в усиленном режиме и в тесном контакте с другими ведомствами. Мы работаем на опережение, создаются новые подразделения, в том числе наша интернет-разведка. Сегодня идет откровенная информационная война. И даже сегодня проведение нашего мероприятия все равно были какие-то попытки провокации за границей. Вы все прекрасно видите, как в телеграм-каналах пытаются где-то найти хоть малейшую зацепку для того, чтобы скомпрометировать проведение важнейшего в Республике Беларусь мероприятия. И сотрудниками органов внутренних дел проводится определенная работа для того, чтобы не допустить ни провокаций, ни каких-либо чрезвычайных происшествий, особенно что касается вопросов экстремизма и терроризма. Мы, конечно, работаем на опережение. Силовой блок страны в полной готовности делает все и даже больше, чтобы обеспечить мир и безопасность каждого из нас. Однако президент ориентирует на сотрудничество, смотреть вокруг, информировать. Многие контртеррористические операции удалось успешно завершить благодаря поддержке людей. Сегодня мир общая задача. Беларусы не раз за последние годы демонстрировали единство. Мы прошли 2020-й, сохранили независимость и сплотились вокруг сильной президентской власти. Что не входило в планы коллективного Запада? Для нас был подготовлен другой сценарий, который сегодня проворачивают на Украине. В Вашингтоне надеялись, что после 2020-го президентское кресло займет марионетка наподобие Зеленского. Тогда лишить Беларусь своей воли было бы легко, а после подобраться к границам России и пространства СНГ в целом. Но мы удержали власть, и, как отмечают эксперты, фигура Александра Лукашенко самая невыгодная для коллективного Запада. Многие достижения по интеграции в рамках союзного государства и других международных организаций, а также сплоченность стран СНГ, во многом личная заслуга белорусского президента. Не стоит забывать и про исключительные отношения Беларуси с Китаем. Через нашу территорию пролегают логистические пути поставок товаров из КНР в Европу. Но Поднебесная один из главных конкурентов США, и Вашингтон готов на все, чтобы избавиться от соперников и их союзников. Через нас Европейского Союза и для Китайской Народной Республики прежде всего транзитные потоки. И, конечно, в войне Соединенных Штатов и Китая уничтожить эти потоки через разжигание либо расширение конфликта это очень выгодно. Они будут на это все делать, делать ставку, и наша задача является недопущение вот этих их провокационных действий, диверсионно-террористических действий, купирование максимально тонко, филигранно, с хирургической точностью. В отличие от нашего государства, у США нет настоящих союзников. Европейских подпевал Вашингтон рассматривает не иначе, как способ насыщения в случае с Евросоюзом или расходный материал, что видно уже на примере Украины. Доминирование на международной арене единственная цель штатов. Но на глобусе все больше государств, которых привлекает идея многополярности, а вместе с ней равные условия и уважение национальных интересов. К Всебелорусскому Народному Собранию особое внимание проявили военные. Во Дворце Республики для них прозвучали программные заявления и приняты важнейшие документы, концепция национальной безопасности и военная доктрина. Военнослужащие и офицерский состав 115-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется под Брестом, ежедневно находятся в боевой готовности, а потому о вызовах и угрозах знают не понаслышке. Полк обеспечивает безопасность в воздушном пространстве на западных рубежах Белоруссии, прикрывает Брест. Комплекс С-300 позволяет поражать любые воздушные цели противника. Перевооружение части прошло еще в 2006-м после визита главы государства. С 2022-го года в связи с непростой ситуацией на внешнем контуре военнослужащих перевели на ежедневное боевое дежурство. Очень важно то, что, как сказал главнокомандующий, то, что это закрытая информация, но он с нами и делится, то есть он доверяет нам, нашему народу, военнослужащим, которые стоят на защите своей родины и готовы защитить ее в любой момент и в любое время. В сложившейся обстановке в теперешнее время я думаю, что для каждого гражданского человека, для человека в погонах очень важен мир. Мир на земле, мир в нашей стране и поэтому я считаю, что очень важно, что сейчас из уста главнокомандующего звучит именно эта тема, что он тоже замер во всем мире, а мы будем стараться не допустить военных действий на территории нашей страны. Во взаимодействии с радиотехническими войсками дежурный расчет под Брестом постоянно фиксирует пролеты польской авиации вблизи воздушной границы Беларуси. Недавно на вооружение ракетного зенитного полка поступили средства борьбы с боевыми беспилотниками. На Всебелорусском народном собрании одной из тем для разговора стал украинский кризис. Александр Лукашенко назвал этот конфликт риском для нашего государства, так как многие страны коллективного запада пытаются туда нас втянуть. Также во время заседания председатель ВНС отметил, что в мире наблюдается нестабильная ситуация, которая в будущем может перейти в фазу глобального противостояния. Но пока на Украине кризис во всех сферах жизни, который только усугубляется. Американские издания со ссылкой на одного из сенаторов заявляют, что ВСУ больше не смогут получить военную помощь от Вашингтона минимум до следующих президентских выборов в США, которые пройдут уже в ноябре. Отсутствие финансов у Киева может еще сильнее ударить не только по фронту, но и привести к смене власти в стране. Ведь у Зеленского из-за нехватки средств единственный выход урезать финансирование медицинской сферы образования. Все это может привести к социальному взрыву. Я лично был на Донбассе. Мы знаем, что такое боевые действия. Мы знаем и видели слезы детей. И поэтому мы сделаем все возможное. Мы транслируем всячески эту решимость и вооруженные силы Республики Беларуси, комитет государственной безопасности. Все сегодня заряжены. Белорусские власти не раз призывали украинские власти к переговорам и мирному решению конфликта. Но ни Киев, ни его западные партнеры не хотят идти на диалог, так как это идет вразрез с геологическим интересом. Вашингтон и Брюссель продолжают накачивать вооружением Украину, не думая о жизнях простых граждан. За украинским конфликтом стоит никто иной, как Соединенные Штаты. Такое мнение сегодня озвучил в нашем эфире делегат ВНС Руслан Косыгин. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности был гостем выездной студии СТВ во Дворце Республики, которая работала на протяжении всего Белорусского народного собрания. Как отметил Руслан Косыгин, цель Вашингтона через Украину ослабить крупнейших игроков на мировой арене. Это действие, связанное с ослаблением Российской Федерации, как стратегического вот такого игрока на мировой арене, которые на сегодняшний день американцы четко определили. Это угроза. Китай, Россия, вот этот процесс, который подтолкнулся к сближению и Китая, и России, мы, Республика Беларусь, как стратегический и военный союзник Российской Федерации, все это оценивается американцами как угроза их национальным интересам. Хотя ни мы, ни Российская Федерация никому не угрожаем, в том числе американцев. Пусть занимаются своими делами, как сказал, глава государства своих дел хватает. Но сегодня они решают эту задачу через Украину. К сожалению, через кровавый конфликт. И, к сожалению, где гибнет братский нам народ Украины. Но де-факто сегодня руководство Украины избрало в отношении нашего государства недружественную, вражескую, в определенной степени вот такую политику. Причем эта риторика просматривается во всем. У нас на южной стороне нашей страны идет, по сути дела, война, военные действия. Конечно же, наличие войску нашей государственной границы, все, что связано с их воинственной риторикой в отношении нашего государства, провокации, которые они проводят, в том числе введение разведки в отношении нашего государства и приграничной территории. Это использование Украины как площадки для подготовки диверсантов, которые имеют место быть. Я об этом говорил сегодня на совещании на собрании территории глава Комитета Государственной Безопасности. Президент об этом не раз подчеркивал. Эти все вещи внесут в себе угрозу дестабилизации обстановки и, возможно, провоцирование с учетом наличия вооруженных сил, территориальных войск вооруженных сил Украины к приграничным провокациям, которые в последующем могут перерасти в приграничный конфликт, а в последующем и быть с точки зрения возможного расширения уже перерасти в более глобальное такое столкновение, которое может привести, еще раз говорю, к втягиванию в том числе и нашего государства в этот кровавый конфликт. Чего допустить нельзя и на что обратил внимание и глава государства, и государственный секретарь Совета Безопасности, и министр обороны. Очевидно, что Всебелорусское Народное Собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене. Ситуация остается непростой по периметру наших границ. Утвержденные сегодня стратегически важные документы это своеобразный план действий в нынешних реалиях на ближайшие годы. Характер военной доктрины остался неизменным, оборонительный. Нападать ни на кого мы не будем, но если понадобится, то мы защитим свою страну и нанесем крепкий ответный удар по своему противнику. Я как бывший военный, конечно, воевавший, знаю, что такое война и знаю какая-то гора, какое несчастье. Я всегда, когда встречаюсь там и объясняю нашим женщинам, говорят, вы 35 лет живете спокойно, вы не переживаете, что ваш муж уходит на войну, сын, дети, внуки. То есть уже это большое счастье, такое счастье, которое не каждому дано. Но важнейшее условие сохранения общественного порядка, мира и безопасности, на мой взгляд, это соблюдение, конечно же, требований нашего законодательства, нашей Конституции, которая в своих положениях содержит самое важное, закрепляет вот это главное требование стремления белорусов к миру, спокойствию, к созиданию. И если мы все будем действовать сообща, я уверена, что мы достигнем мира, безопасности, спокойствия, достигнем реализации тех конституционных целей, которые ставил наш народ, принимая нашу Конституцию. В стране началась выплата материальной помощи ветеранам ко дню победы. Такой знак внимания и благодарности со стороны государства уже давно стал традиционным. В преддверии знаковой даты 80-летия освобождения Беларуси размер выплаты значительно вырос. Суммы увеличили почти вдвое. Денежную помощь к празднику получат около 8 тысяч человек. Среди них и Аркадий Лебенсон, переживший блокаду Ленинграда. Алина Мычко знает подробности. Блокада Ленинграда одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной. Аркадию Лебенсону было чуть больше двух лет, но в памяти остались те жуткие моменты. Пережить блокаду помогли неравнодушные люди, с маленьким мальчиком делились пайком. Эвакуироваться удалось лишь чудом, но война оставила глубокий шрам на всю жизнь. Закончил техникум, пошел по направлению на мотовелозавод и через два месяца в ряды советской армии. И куда вы думаете, в Ленинградский военный округ. Школа, год, и школа была расположена в нескольких километрах Бориса Вагрива. От того места, откуда шла эвакуация ленинградцев в годы войны. Вот судьба такая. Очень много при эвакуации через Ладожское озеро погибло, утонуло вместе с транспортом. Прямо вот бомба и все. И внизу, и в воде, и смерть. Об ужасах блокады Аркадий Лебенсон говорить не любит. Гораздо больше у него положительных воспоминаний. Многие из них связаны с Белоруссией. Здесь он нашел свое счастье, женился и обрел семью. Супруги готовятся отметить бриллиантовую свадьбу. Все эти годы работали на благо родной Белоруссии, наблюдали, как она растет и развивается. И сегодня уверенно заявляют, страна тогда и страна сейчас две огромные разницы. Все, что мы имеем, добыто не только огромными страданиями и огромной кровлей пролитой во время войны, но очень большим трудом и фронтовиков, вернувшихся с фронта, и последующих поколений, которые очень много сделали, чтобы Беларусь стала такой. В 90-х годах даже, если сказать, это была совсем другая Беларусь. Сейчас это красивая, красивая, очень аккуратная, прекрасная страна, на которую просто можно любоваться. О подвиге старших поколений не забывают ни люди, ни государство. Ветеранам в Беларуси всегда особое внимание и забота. Сегодня Аркадий Лебенсон стал одним из первых, кому вручили материальную помощь. Помимо ветеранов, ее получат семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков, а также белорусы, награжденные орденами СССР. На сегодняшний день в городе Минске проживает 367 ветеранов Великой Отечественной войны и более тысячи, а точнее тысячи шесть и один из числа лиц, пострадавших от последствий войны. В рамках мероприятий этим лицам будет вручена материальная помощь, которая предусмотрена указом президента Республики Беларусь. Размер ее колеблется от тысячи лицам, пострадавшим, до четырех тысяч. Это участники войны. В целом на эти цели пойдет 10,5 миллионов рублей. Все средства найдут своих адресатов до 4 мая. Каждому ветерану будет уделено внимание. Соответственно, с участием учреждений образования высшего, среднего образования, учащихся школ мы дойдем до каждого. Каждому ветерану подготовлена администрация района подарки. Каждый ветеран получит материальную помощь в соответствии с указом президента. И на сегодняшний день нами уже выполнены все просьбы и заявки, которые были озвучены в ходе обследования условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы всех ветеранов навестят и поздравят. Без внимания не останется ни один. Ведь пока жива память о героях и их подвигах, живы и они.